Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас скоро вы услышите очень интересное видео. Увидите человека, который на одном из ярмарок последних, подойдя к нам, увидит, что рядом женщина думает, покупать прибор или не покупать. Вот раз спрашивает о нём, он сказал ей, знаете, вы берите, я рассказал свою историю о своей маме. Ей 80 лет, у неё проблемы с почками, с мочеиспусканием, то есть там просто беда была. Что произошло? Произошло тот случай, про который я говорю, как бы чудо, то есть который бывает редко, но бывает. И вот послушайте этот отзыв обязательно. После него будет ещё один отзыв, почему мы его решили записать, хотя к воде напрямую это отношение не имеет к приборам. Но эта женщина приехала тоже на ярмарку, ну выразить в том числе мне благодарность, она самоврач, медик, и этим интересно тоже это видео. Вот мы сделаем такой калаш. А в самом конце я расскажу, ну кто останется до конца, о нюансах по работе с этими приборами, нюансах по эксплуатации, чтобы они служили долго, я расскажу про ошибки и так далее. Оставайтесь, как говорится, с нами. Ну, вначале пару слов. Вот о чём, уважаемые друзья. Для чего нужна вода с определёнными физико-химическими свойствами? У нас внутри клетки вода тоже имеет совершенно определённые параметры. По таким, например, параметрам, вот как ОВП, окислительное-восстановительное потенциал, из-за способности клеток отдавать или принимать электроны, да, отрицательно заряженные электроны, которые, соответственно, генерируют этот прибор или этот прибор. Что касается других, это молекулярный водород, как самый мощный антиоксидант. Кстати, в присутствии водорода клетки, которые даже голодали в присутствии дефицита кислорода, при том же количестве кислорода, который остаётся, и дальнейшем. Но наличие молекулярного водорода в больших количествах, чем в естественных продуктах питания и воде, которую вы пьёте, сразу потребность закрывается частично. То есть даже при меньшем количестве кислорода, ну при том же малом, что было и вчера, в присутствии молекул водорода, этого кислорода достаточно будет хватать для обеспечения жизнедеятельности организма, и как следствие улучшаются функции всего организма и так далее. Вот это тоже надо учитывать, что я рассказывал в своих лекциях, сейчас просто кратко повторяю. Есть и другие физико-химические свойства, есть приборы, антиоксидантные комплексы, например, Аквадок, обязательно видео нам посмотрите, по ссылочке будет здесь под этим видео, я приведу, где можно посмотреть. Ну а про эти приборы тоже будут ссылочки, прям чётко, 1, 2, 3, 4, 5, то, что я рекомендую посмотреть в обязательном порядке. Дорогие друзья, перед началом эксплуатации приборов всегда смотрите, во-первых, инструкции читайте, а во-вторых, видео смотрите на эти мои темы. Ну вот теперь вы, пожалуйста, посмотрите интервью, а дальше про эксплуатацию приборов. Я скажу. Ну примерно сколько она пользуется, мама? Вторую неделю. А, вторую неделю. Я вот его, да. Расскажите, пожалуйста, о своей истории. Просто вот наш один из клиентов купил пайна, вот этот, ротонной обменной мембраны, генератор водорода. И вот история, случайная женщина пришла, спрашивает, это вот наш покупатель. Да, значит, я купил действительно такой прибор паина. Да. Вот. И поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у неё затруднение как бы с мочеиспусканием. Ну, с почками проблемы. Ну, да, да, есть определенные проблемы уже с почками. Ну, да. И она днём практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принёс прибор, сделала она воду. Да. Вот именно, да. Вот. Выпили, сидим, разговариваем. И вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет. Долго её не было. Возвращается. Я говорю, с детства так практически не ходила в туалет. То есть прудила, извиняюсь в угрожении, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у неё вот выходила, выходила, выходила. Даже отёки, да, вот такие? Сейчас поменьше, да, голова немножко так спала у неё. Она просто перед этим ударилась, трясение мозга получила как раз. Вот. Вот пока могу только это сказать. Ну, это прекрасно за две недели. Ну, здоровья вашей маме. Благодарю вас за отзыв. Благодарю. Благодарю вас, Верен Андреевич. Всё, доброе. Зрительница моя вот пришла. Мы решили сделать видео, потому что, ну, я попросил можно, говорит, не против. А отзыв как бы некий. Вот когда вы меня узнали, мои лекции стали смотреть, что произошло. Вы первые изменили, убрали молочку, да? Да. Значит, Юрий Андреевич Фролов. И я познакомилась в интернете буквально летом 17-го года. Значит, когда я прочитала основную массу его лекций, значит, у меня просто произошло изменение в мозгу просто. Хотя, в принципе, я сама медик по образованию. Вот. Я всегда, как бы, вела здоровый образ жизни. То есть, мясо я практически не ела. Я рыбный человек. Но был грешок, покуривала. Так. Да. То есть, несколько раз бросала, но не получалось. Как-то всё, знаете, понервничаешь, что-то это. Тут у меня просто, вы знаете, просто как отрезало. На фоне паразитариев всяких, и когда я поняла, что с сигаретой, помимо никотина, мы употребляем всяких паразитов, у меня просто всё это сразу отрезалось на уровне мозга. Значит, убрала молочку, убрала яйца, и у меня был приличный вес, порядка 85 килограмм. Сейчас вам не 70, я думаю, это не предел, я хочу снижаться, и у меня на ногах был целлюлит просто в рытвинах, вы знаете, просто... Как апельсиновая корка такая. Не то, что апельсиновая, а были волнами, рытвиной. Так, так, так. И я просто на глазах, ну, в течение месяца у меня это просто сдулось. Здорово. Просто сдулось. В принципе, у меня от природы очень хорошая кожа, вот. И у меня просто, вот мне 60 лет. И как бы у меня кожа приобрела, ну, более-менее такой, согласно понятному моему возрасту, такой гладкий вид, уже такой, вот. Значит, и вот это благодаря тому, что я просто бросила молочку. То есть я молочку любила, в основном я пила молоко, брала у фермеров, мне казалось, что это... Мне казалось, что это... То есть я знала с детства вкус молока, я брала у фермеров с булочкой, с пирожком, молочком, покушаю, и всё было отлично. И когда я всё это убрала, я просто, ну, во-первых, я почувствовала лёгкость. Когда я убрала молочку, я убрала яйца. Ну, естественно, мяса, оно было мало у меня съедено, но всё равно все вот эти продукты убрала, хлеб совсем. То есть я просто почувствовала лёгкость. Ну, конечно. И вот даже сейчас наступил летний сезон весна, и вот я сейчас уже начала как-то копошиться, копаться в огороде, и я поняла, что по сравнению с прошлым годом... Энергия, сил. Энергия прибавилась, и вспоминая прошлый год, я бы уже там задыхалась, что-то как-то я уже чувствовала. Сейчас у меня просто, во-первых, я стала меньше спать. Вот. Меньше спать. То есть мне достаточно пяти часов, я уже высыпаюсь. А то как люди говорят, ну, что вы хотите, возраст, с возрастом только всё хуже, а бывает наоборот, что с возрастом... Я встаю где-то в 5-6, и я полна сил, просто полна сил. Здорово, здорово. И вы знаете, вот я просто, во-первых, я пила перекись водорода по неумывателю, я добавляла. Но так как сейчас стали писать, что уже в соду и в перекись водорода вот добавляют всякую заразу, я просто почувствовала необходимость вот в этом приборе. Безусловно. Преобразователи водорода. Вы увидите, что будет через несколько дней, когда вы начнёте пить эту воду. Да, да. Вы знаете, вот у меня физиологически вот какая-то потребность. Вот иногда вечером, ну, какая-то усталость в ногах, покалывание что-то. И вот у меня подсознательно, думаю, ах, если бы сейчас была эта вода, она бы как пошла бы, как всем кончиком моего тела, клеточкам, всё бы это как промыло. Промыло бы всю мою вот эту лимфатическую систему. Да, конечно. Как бы она пошла бы вся к клеткам. Я вам более ядовское. Вчера прям был человек пришёл, и была девушка, женщина. Она как бы сомневалась, взять, не взять. А он как раз брал раньше маме своей и говорит, что произошло в первый день. То есть это вот то, что иногда бывает с первого раза. Но, как правило, неделя-две все чувствуют. И которые ноги холодные были, потому что расслабжение плохое, тёплыми становится. Об этом люди нам пишут, постоянно говорят. Поэтому, конечно, если говорить о двух, да, то, конечно, Хэллоу-Би, да, вот этот. Который с двумя мембранами. С двумя мембранами, конечно, да. Ну, и я, конечно, советую, это вы смотрите уже сами. Вот три вещи уникальных. Это фокус, который обеспечивает всеми минералами. Я в прошлый раз на автозаводской брала, я пила его. Ясно. Потом. Начала его пить. У него гепатит С и спирулина дикая. У нас был ВИЧ-инфицированный. У него ВИЧ, у него гепатит С и ещё 20 болезней. Он вообще уже не жил. Стал, правда, очень большие дозы спирулины потреблять. Там с водой и всё, да. У него, говорит, я вообще такого не ощущаю. Представить не мог, что уже я могу так чувствовать себя хорошо. Ну, дальше, естественно, человек будет делать. Ему год надо, не меньше, но он излечится. Потому что всё и лечится, пока человек жив. Вот потому что многие же не верят. Да вы и сами чувствуете. Вот сейчас так, вот я поработала столько, и уже будет такое ощущение. Нет, 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 я вот буквально за полгода такое почувствовала, вы знаете. Ну, я говорю обычно, да, в жизни. Мы же знаем, если уже болезни, они будут, и они только хуже, и я ещё больше уставать буду. А когда человек начинает чудо чувствовать, для него чудо, что должно быть хуже, а теперь лучше. А вроде возраст больше, а лучше. То есть, значит, что доказывает то, что я говорю? Что человек неадекватно питается, это самые большие проблемы. Да, но надо ещё учитывать то, что я, в принципе, хоть я и медик, но я никогда не пила таблетки. Никогда. Ну, это вот видите, это бывают такие исключения. Я просто против. Хорошо, хорошо. Вот всегда я только травками или такими. Поэтому, конечно, мне было легче, быстрее преодолевать, не было такой замусоренности организма, понимаете, от этого взяткого. Конечно, конечно. Но благодарю за отзыв. Я вас тоже, я вам очень благодарна. Я благодарна, хоть хотя бы мы на склоне лет, но мы на вас как-то натыкаемся. Мы же всё-таки не люди интернета. Да. Мы на вас как-то натыкаемся, и всё-таки люди того поколения, большая масса того поколения людей, всё-таки здравомыслящие. Конечно, конечно. Понимаете, мы из того... Легче понять. Да, да, да. Мы из того вот теста, и мы более здравомыслящие. То есть те, которые даже в 90-е годы смогли вот так вот встать на ноги сами. И мы всё-таки вот во всём этом, скажем так, Малышево, мы видим вот это зерно, кто нам говорит что. Конечно, конечно. Кто нам чушь несёт. Конечно. И кто нам говорит это право. Мы всё-таки умеем... Анализировать. Да. Всё-таки у нас ещё мозг... Однозначно. И мы вам очень-очень благодарны. И лично я вам просто безмерно благодарна, что вы меня... Вот просто я на вас чуток попала, и буду сейчас просто за вами идти как вашу чутку. Ну, благодарю. Очень рад, что могу помочь людям. Да, да, да. Всего хорошего тогда в этом смысле. Вам очень-очень благодарна. Да, вам очень-очень благодарна. Благодарю вас. Благодарю. Ну, а теперь про эксплуатацию данных приборов. Давайте я скажу так. Когда вы получаете вот, к примеру, пайна, этот блок белый совершенно отдельно лежит, находится отдельно. И тут сверху такая чёрная крышечка. Вы её только не откручиваете, потому что вы открутите вот этот элемент. И будете говорить, а как же так? Стакан не вкручивается, не вкручивается. Потому что нужно просто его крышку сверху, вот так вот, квадратную, отщёлкнуть вот так пальцем, вот так вот, раз, и отщёлкнуть. И останется этот переходник. После чего берёте, откручивая стакан, закручиваете, можете теперь наливать воду и эксплуатировать. Помните, есть такие проблемы. Некоторые говорят, пузырьки хорошо шли, а теперь плохо стали идти. Два варианта. Либо вы изменили воду. Если она абсолютно дистиллированная, либо после обратного осмоса, то пузырьки идут меньше, чем так, как я на видео показываю. Потому что чем выше минерализация, больше минерала в воде, тем гуще идёт пузырьковый поток. Можно это сделать так, если у вас дистиллированная вода, лимонный сок немножко, прям выжали чашечку лимона, ложечку лимонного сока, свежего. Либо, допустим, просто можно камень и соль. Что касается ещё дополнительных нюансов по эксплуатации прибора. То, что с клапана идёт, вот, например, и вода, и конденсат, это нормально. Когда она перестаёт идти, тоже нормально. Значит, прокладки встали идеально на места, зажались сильнее. Это живой фактический механизм. Ну, материалы тоже фактически имеют физико-химические свойства, а потому это нормально. Значит, если воды много, откручиваете крышечку, выливаете, закручиваете, всё в порядке. Больше не трогаете этот прибор никак. Всегда вставляете влажным прибор внутри. Воду вылили, ну, влага есть, закрыли крышечку. Если каждый день пользуетесь несколько раз в день, всё в порядке. Если редко, то берёте, открыли, промыли, слили, пожалуйста, пользуйтесь. Или содой можно немножко, буквально чайную ложечку соды на пол-литра воды, залили, развили. Даже на стакан, наверное, 300 мл, это нормально. Прополоскали, промыли под водой, потом вылили, закрыли, всё. Значит, что ещё? Если пузырьки у вас перестали идти, хуже стали идти, то что можно сделать? Во-первых, у вас, наверное, осматическая вода. То есть, если вода дистиллированная либо после обратного осмоса, то тогда, конечно, пузырьки здесь идут хуже. Вот здесь идеально идут даже в дистиллированной воде. За счёт двойной протоннообменной мембраны и других механизмов, которые тут применены при способлении. Что касается приборов вообще. Беречь надо и ухаживать за протоннообменными мембранами. Они должны быть, первое, всегда влажными. Второе. Они должны регулярно использоваться. Значит, ну, если не используете, просто вот закройте силиконовым, идущим в комплекте, таким вот прокладочкой, дырочку вот эту. Под ней немножко воды ставьте. Можно после осмоса несколько капелек воды, чтобы влажное было. Вот здесь, как правило, в начале, вернее, в самом, идёт, а вы не выкидываете и всё-таки используете такую поролоновую губочку маленькую, которая вставляется под силиконовую заглушку. Теперь, если, предположим, ухудшилась пузырьки со временем, значит, забилась протоннообменная мембрана, либо электролизный блок кальцием. Соли всё равно есть какие-то остаточные. И карбонат кальция, как правило. Вот. Что делать в этом случае? Нужно просто взять лимонную кислоту, которая, кстати, идёт в комплекте всегда, например, вот здесь идёт. Ну, её купить в хозяйственных магазинах любых можно. Вот здесь грамм 10, половину, то есть 5 грамм, нужно развести в чуть тёплой воде, ну, выше комнатной, градуса 40-300 мл. Залить сюда, либо сюда, и включить. Постоит минут 5, а потом включаете генерацию, раз. А если очень сложная ситуация, то дважды подряд. И пузырьки, вы увидите, заметно улучшатся. Мембрана очистится, сливаете, промыли ей, пользуйтесь дальше. Как часто это надо делать? Всё зависит от жёсткости вашей воды. Если она мягкая, то, ну, там, раз в месяц, два даже. А если более жёсткая, раз в две недели. Проводите такую процедуру, и будет прибором всё в порядке, будет хорошо работать. По зарядке смотрите, чтобы ампераж токов ваших был тот, который указан здесь, который положен. Штатными зарядками заряжайте. Либо теми, которые, так сказать, дают такой же ампераж. Всё видео, остальное подробно есть. Что ещё сказать? Не пытайтесь измерять, допустим, ОВП вот этими дешёвыми бытовыми приборами. Это бред. Их надо калибровать. Их надо постоянно держать даже в калибровочной жидкости. Качественные они стоят очень дорого. Смысла не покупать, как говорится, лично себе, да? Сколько я встречал случаев, когда вот, мол, так сказать, вот измерили. А чем вы мерили? Понятно. Я показываю пример. Даже вот на ярмарке снимал. Прям показываю некоторым особо таким людям, кто... Вот, я измерил, а там не минус 500, а там минус 100. Я вот прям посылаю этот ролик. Он такой жёсткий достаточно, поэтому я его не выкладываю. И человек говорит, а, ну понятно, да, я понял, чем дело. Ой, продаю сейчас всё подряд. Меня это, конечно, страшно раз... Вот почему, знаете, некоторые... Вот, там можно сделать самим. Тут всего лишь катод-анод. Какие же люди идиоты. Вот кто это такое говорит? Конечно, не все. Вот кто такое несёт, чушь такую. Это просто поразительно. Это миллионные в долларах и в евро вложениях. Протон-обменный мембранный Дюпон, который в производстве десятки миллионов долларов в США вкладывает. И эти могут сделать на коленке у себя. Я просто... Приборы и должны быть в первую очередь безопасны. То есть, чтобы атомы металлов, из которых состоят металлические части в воду при электролизе, не выходили, а это может обеспечить только один металл на планете – платина. Это полную инерцию к высокочастотным токам. Это не может ни нержавейка, даже ни титан. Поэтому титан – медицинский причём. Покрывается платиной в несколько слоёв, но не в один. От этого цена зависит. Естественно, потому что безопасность здесь превыше всего. Слушайте, ну, в общем, вот это пайно – великолепнейший прибор. Стекло из тритана. Вот, кстати, здесь стекло силикатное. Но, так сказать, халуби вот этот. Но он хорош во многом. Во-первых, самый, можно сказать, экологически чистый. Хоть это тоже бесфенольный пластик, однако стекло силикатное. Даже крышка внутри вот тоже стеклянная. Мембраны, которые идеальные газы, остальные кислород и озон выталкивают благодаря клапанам снизу. В общем, приборы оба хороши. Более совершенный, конечно, прибор халуби. Тут, что и говорить. Но, безусловно, подороже за счёт более дорогой, так сказать, технологии изготовления, себестоимости производства. Этот прибор только я продаю в России на территории СНГ. Если кто-то, видите, продаёт, обращайтесь ко мне, потому что либо это наш представитель, либо это какой-то мошенник. Потому что такого быть не может. Этот прибор был сделан на основании аналитики десятков приборов, производимых во всём мире. И здесь устранены те недочёты, ошибки, либо, скажем, неудобства, которые были в других. И поэтому, кстати, даже при том, что здесь батарейка более слабая, чем здесь, вот этого хватает до 30-40 зарядок от одного заряженного аккумулятора. То есть циклов, представляете, до 40. И были люди приходили к нам, говорят, вот, да, я 40 раз смогла. Великолепно. Это как раз экономия тока идёт. Почему? Потому что нужно меньший ампераж и вольтаж для того, чтобы, так сказать, дать генерацию благодаря двойной протонной обменной мембране. В общем, что я хочу сказать в завершении. Дорогие друзья, иногда, и вот понимаете, я такие письма очень часто получаю. Изменения идут с первого дня. Вот, как говорят, письмо, когда, говорят, как вот ноги у пожилого человека, ну, ледяные были, холодные, кровообращение нарушено в микрокапиллярах. После употребления этой воды моментально становится, ну, или вот были люди, как пишут, прямо в этот же день, кто-то неделя-две становится тёплой. Наконец-то за долгие годы пишут, как микроциркуляция крови улучшилась в конечностях, в органах. А это значит, что даст? Это даст года жизни дополнительно. Во-первых, потому что мощнейшие антиоксиданты, да. Свободные электроны, которые генерируются в этих приборах, да. Они что делают, вот это ОВП? Это свободные электроны. Они как бы, как доноры, отдают себя тем нашим клеткам организма, которые подверглись воздействию свободных радикалов и лишились одной из пар находящих по внешней орбите электронов. И они как доноры отдают, и реакция замещения происходит. Клетка уже не погибает, как бы она погибла, а будет жить ещё какое-то время. Каждый день экономятся миллионы клеток от нескольких стаканов такой воды. И, соответственно, за годы миллиарды. И это если человек лет с 30-40 начнет такую воду регулярно пить, ему лет 30-40 дополнительно жизни будет гарантирована только с точки зрения просто простой математики и расчётов. И, естественно, в те центры недаром долгожители, вернее, сверхдолгожители, которые когда-то были у нас, а сейчас таких мест с такой водой природной осталось на планете, может, ну, 10-15 источников. Так вот, были такие источники, по ним стелились люди, чувствуя, зная это, как говорится, да, ощущая, исторически уже так завелось. И там, в этих местах, которые ещё оставались 50-100 лет назад, там люди жили на 30-40-50 и более лет дольше. Ну, естественно, с рождения потреблять эту воду – это как главный фактор. Там были другие факторы, но вода – это очиститель, вода – это растворитель. Кстати, по таким параметрам, как растворитель, то есть имеется в виду коэффициент поверсного натяжения, то более активная вода – это как бы микрокластерная вода. И вот есть такой структуратор, видео о нём, посмотрите под данным видео в обязательном порядке. Вы поймёте, о чём я говорю. Так вот, идеальная схема такова. Либо антиоксидантный комплекс покупать, аквадок, либо ставить обратный осмос после бачка обратного осмоса, но до крана, да, отрезать вот этот шланг белый, который идёт, да, 3,16, вставлять туда структуратор, а потом, вот стрелочка вверх на структураторе, кстати, на металлической колбе нержавейки показывает вход, вот, то есть, а стрелочка вниз – выход воды. Это так, а то многие спрашивают, не понимая, хотя так это очевидно. Ну вот, и вот это уже структурированная вода микрокластерная. Заливаете сюда, либо сюда, генерируете, и вот вам практически то же самое, что делает аквадок. Ну, он, конечно, больше функций делает, и более такие стойкие, чистые параметры, и в прямом эфире, что называется, можно налить большое количество объёма, за единицу времени небольшую, там, да, буквально за несколько секунд стакан воды. Да, ну, и это прекрасный вариант. Тем более, это персональный, удобный, с собой куда-то взял, поехал в командировку, вот, в отпуск, там, мало ли куда, на дачу, ну, а большой комплекс не потаскаешь. И ещё подошёл на ярмарки, жаль, не записал один онколог, врач-онколог из московского какого-то центра. Он говорит, я раньше, честно говоря, считал, что всё это ерунда, водородная вода, и сейчас я, говорит, понимаю, что я был неправ. Всё больше и больше количества людей, умников всяких, особенно от науки, кто вот что-то там, знаете, рубаху насервал или там снисходительно или высокомерно пафосно что-то говорил на эту тему, а это, мол, начинают всё-таки понимать, мозги встают на место, потому что очень трудно отрицать очевидное. Очевидное нам говорит то, вот, как вы видео посмотрели, вы думаете, это единичный случай, их тысячи. Поэтому это жизненно важные приборы. Я не понимаю людей, которые говорят, дорого, извините, там, 25 тысяч или около того, плюс-минус. Ну, я вам что скажу. Айфон новый стоит в три раза дороже. Какие-то есть после этого... Сколько тысяч людей, миллионов, имеют эти айфоны или аналоги? А что важнее для жизни, для здоровья, скажите мне? Я стыдно, должно быть, тем людям, кто такую глупость говорит. Такую глупость говорит. А почему нельзя это сделать дешевле в рамках разумного, в какие-то процентные отношения ДАСы? Знаете, сколько поделок сейчас появилось? Просто, вот почему мы сделаем прибор, у него нет поделок пока. Это сложно довольно-таки, и там есть защиты определенные. Сколько пайна сейчас подделывают, продают дешевку. Это просто... Либо ничего не покупайте, дорогие друзья, либо то, в чем вы должны быть уверены полностью. Поэтому, значит, у нас это вы можете приобрести именно с заводов, лицензионные, прямо с предприятий, с производств, с гарантией и так далее. Что ж, дорогие друзья, до новых встреч. Крепкого вам здоровья желаю, здравомыслия. Здоровья вам и вашим близким. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова